Эээ, вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна. Парни, это пять. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Крутишь и укладываешь в стакан. Ну вообще, полный улёт. Это электронная почта. Как? Проводов нет. Я в интернете. Производительность увеличивается автоматически. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнёр турнира – компания Western Digital. Ну что ж, друзья? Парнишь и укладываешь в стакан. Друзья, всем ещё раз привет. Это опять же Intel Challenge 1-4 финала. Это опять же лузерская у нас сетка. И Мерс против Гуди. Напоминаем, что в прошлый раз Мерс нас очень хорошо подставил. Не пришёл вовремя на матч. Но мы ему дали ещё один шанс. Да, мы дали ещё один шанс Гуди. И вроде бы он им пользуется пока. Посмотрим. У нас счёты 0-0. Все шансы есть у Гуди. Я считаю, честно говоря, я считаю, и Киберлено считает, что Гуди фаворит в этом матче. Так как у него очень, ну, во-первых, своеобразное ТВТ, очень сильное ТВТ. ТВТ полностью через технику. То есть ни одного Мариноса вы не увидите просто-напросто от него. Ну, хотя иногда, конечно, их строят, когда отбивается от чего-то. Игорь, скажи мне, вот развеи мои страхи. Последний раз, когда я стримил турниры и лиги с тиранами, там были очень затяжные матчи. То есть я помню ужасный абсолютно момент в моей жизни, когда я начал стримить в час ночи турнир. В полуфинале там оставалось всего 4 тирана из 4. И тот турнир я закончил стримить в 6 утра. Надеюсь, не будет таких часовых игр у нас? Ну, вообще, так и есть. Часовые игры будут, но не при участии Мерз. Мерз у нас это жесткий микротерен. Видите, что у него АПМ 370. Это не обман зрения, это не просто он раскликивается, друзья. На самом деле АПМ у него такой будет на протяжении всей игры, от начала до конца. Так что не удивляйтесь, это просто жесткий АПМер. Даже микро его, не знаю, можно назвать или нет, потому что у него особого микро-то и нет. Он просто АПМер. Вот и все. Ужас. Да, это ужас. По сравнению с 93 Гуди он не раскликивается вообще. Да, да, я согласен. Так, смотри-ка, Мерз. Ну, в принципе, сейчас ничего такого не идет. Такого архи необычного, да. Нет никаких прокси, нет никаких там, я не знаю, пристройчик тоже, да. Стандартный Марик идет. А вот, что уже после Марика, это интересно. Смотри, строит у нас Мерз сразу течлаб после первого Марика. А Гуди продолжает строить второго Марина, то есть продолжает клепать. Смотри, Мерз играет через этого, через Рипера сейчас. То есть, ну, я не знаю, честно говоря, получится или нет. Тут видим, что Роллипойнты уже выставляет Гуди, чтобы всякие попытки развязки Риперами уничтожать. Пробежать, конечно, Рипером будет очень сложно. Но, возможно, здесь есть много очень вариантов для залета. Можно вот через Нинз залететь, вот так вот пролететь, пролететь. Но здесь уже стоят Маринесы. Два Маринеса здесь стоят уже. И, конечно, они не дадут шансов этому Риперу. Так, ну, Гуди факта достраивается, фактурочка. Смотри, Мерз делает фаст СЦ. Это как-то очень фаст. Это фаст даже для кроликов, мне кажется. Да нет, нормальная СЦ на самом деле для Тирана, хотя ближний респавный. Можно было так и не рисковать, честно говоря. Ну, не, ну просто очень мало юнитов скопилось у Мерза. Ну что ж, друзья, вот попытка. Да, это нагло было, честно говоря. Вот так вот через рампу, просто напрямик побежать и попробовать залететь. Я не знаю, это, по-моему, туповато вообще смотрелось. Кто же Рипером летит напрямик, вот так вот. Нужно как-то, я не знаю. Ну что ж, поделать. Ой, минус Рипер. Где, где? На центре. Ничего себе, кто не... А, тут Гиллион, ничего себе, стратежный стоял. Он-то его и убил. Хитро, да, я согласен с тобой. А, как думаешь, масса Риперов на Маз Гиллиона кто, допустим, 10 на 10, кто победит? Масс что? Масс Риперы на Маз Гиллиона, допустим, нереальная ситуация. Конечно, конечно, масс Риперы. Если нормальные микро Риперы, не кучковать их, то Риперы победят 100%. Ну, в принципе, возможно. Так, слушай, Амирс тем временем добавляет еще два барака. Ну что, у него быстрая локация, ему нужно как-то ее защищать. Соответственно, через танки это очень долго и затратно, у него не хватает денег. Да, смотри, Гуди у нас строит Викинга. Ты смотри, у Гуди какой-то полуолын делает, он вместе с КСМ-ками. Ну, помнишь, ты же помнишь такую золотую истину, что выход с Рабами для Сирана это неолын. Да, особенно с тремя Рабами это вообще стандартный выход, так что нормально все. Вот, тут много у Мерзовых ходят Рабов. Сейчас он сольет же тут куча Гиллионов, ну посмотри. Нельзя-нельзя, конечно, тем более на рампе остается Гуди, все очень грамотно он делает и действительно много. Это Реплик Фейл просто, сейчас вот Мерза сливается абсолютно в все КСМ-ки вместе с Мулами. Зачем же Мула? Зачем же было Мула выводить, они вроде бы не атакуют, черт возьми. Ну, наверное, забыл просто про это Мерз. Это примерно, наверное, психологическая атака, как, я не знаю, там, Марина на колоссах или моряки на зебрах. Я не знаю, видишь, Мул, вот Мул гоняется, он хочет... Да, да, да. Ну, Мерз уже понимает, что Ловить нечего и, видимо, пускает кучу Мулы покататься. Это, конечно, полная дача, но я не знаю, как можно вот так отдавать игру, честно говоря. Да, согласен. Я тоже с тобой согласен. Два Елеона, ноль рабочих, два Мулы, нет, конечно, есть Мерз. Джи-джи. А, уже Джи-джи, все, даже бороться не стал, друзья. Где наши четыре стопы, а вот они 350, правда, спал, там было 370. Ну, вот и понабивал АПМ. Кстати, я, честно говоря, когда набиваю очень много АПМ, у меня голова перестает работать. Наверное, то же самое у Мерза. А если взять то, что у него всегда 400 АПМ, то, наверное, ну, хотя не знаю. Я не буду дальше продолжать, наверное, если хочешь. Ну, я не знаю, не знаю, как это надо набивать 400 АПМ. Мне кажется, он там еще и носом постукивает, то есть руками там, а там на нампаде еще носом настукивают там номера. Так, ну и что, у нас сейчас реклама или сразу будет матч? Нет, у нас сразу будет реклама. Хорошо. Так что не переключайтесь, друзья, мы вернемся через 30 секунд к вами.